Потому что и вот раньше не было этой популяции, оказывается. Вот оказывается, Иван Сусанин, когда мы считали, что он старичок, он 40 лет. А в пиковой даме, вот тот, кто вошел, этот старец, ему было 35 лет. Знаете, я всегда считала, что это какие-то такие древние люди, а вот на самом деле, действительно, вы помните, когда у нас наши гении умирали, и поэтому, конечно, хотелось бы сохранить вот этот огромный потенциал знаний, опыта, умения, потому что нам действительно есть что сказать молодежи. И я постараюсь как бы здесь быть не голосованием. Поэтому у меня огромная просьба. Я вообще, у меня стиль, простите ради бога, у меня стиль такой. Вот я докладываю, потом вопрос. Потому что я вот, когда начинается, кто меня спросит, я сразу сбиваюсь. Я человек такой увлекающийся, я сразу отвлекаюсь и забываю вообще, о чем я говорю. Вы знаете, я предлагаю два слова. Вы знаете, у нас, правда, другой стиль, только исключительно ради вас. Спасибо большое. Спасибо, да. Но я просто хочу сказать, что, чтобы вы представляли публику, здесь, в основном, биологи, знающие, что и как, вот. Спасибо, чтобы вы не популярную лекцию читали о том, как все хорошо, а по сути дела. Вот суть. Рассказывайте нам суть. Значит, я, прежде всего, я вам скажу, что с одной стороны, как бы, один из основателей иммунологий, конечно, у меня есть суть. Я надеюсь, вы поняли. Я специально сделала вот такое, не очень, может быть, не совсем скромное введение. Потому что я стою у обосновья новой науки вообще в мире и в стране иммунологии. И мы эту иммунологию теоретическую внедрили в клинику. И вот перед вами один из первых таких специалистов стоит. Я хорошо знаком с вами. Да, поэтому давайте мы по делу будем, ладно, я буду говорить. Значит, итак, примитивная медицина. Значит, конечно, это диспансеризация. Конечно, что такое-то раннее выявление патологий. Конечно, это персонифицированный индивидуальный подход к каждому человеку. И это как раз считается такое новое достижение в области, потому что раньше нас учили бегать, прыгать и оздоравливаться. А сейчас это индивидуально, каждому дается индивидуальная рекомендация. И третье, это подход в виде разработанных уже методологий. Это не только раннее выявление заболеваний, но и это коррекция имеющихся проблем и коррекция неразвития. То есть мы предотвращаем развитие проблемы и стабилизируем состояние, потому что, как правило, у каждого человека уже какой-то определенный букет заболеваний есть. Значит, ну вот я вам говорила о том, что как мы ее называем обычно, медицину превентивную, антистарение там и так далее. Значит, традиционно, что она в себя включает, превентивная медицина? Это обычные наши чекапы, вот эти обычные диагностические методы. А с другой стороны, вот эти самые инновационные методы, о которых хотят люди послушать, что же мы все-таки предлагаем нового. Значит, включая генетические методы геномика, то есть омиксы, которые нам говорят о том, какие факторы влияют на активность геном. Потому что концепция, вот мы недавно проводили шестую конференцию, у нас уже шесть международных конференций по привитивной медицине прошло. Я являюсь председателем этих конференций. И приезжала, она сейчас живет в Монако, наш эксперт международный по привитивной медицине. Это дочь нашего известного очень генетика, Владислава Сергеевича Баранова. Знаете его, да, мы с ним большие друзья, мы несколько написали методичек совместных. И вот его дочь, она прикладник, она как бы вот эти проблемы генетические активно внедряет в Монако. А у них там даже есть новая специальность, врач превитивной медицины. Он после института два года еще обучается и получает вот эту специальность. И в основе они кладут как раз генетические, она в частности, она эксперт международный. И она кладет в основу как раз идею оценки генетических вот этих полиморфизмов. И оценивать, вот как они расценивают проблему старения, меняется активность генов. И она говорит, что факторы главные. Это факторы, естественно, фенотипические. То есть окружающие среды, образы жизни, именно они меняют активность генома. И она смотрит практически те блоки, которые мы используем в наших чек-апах. Я просто не имею возможности ее презентацию сейчас представить. Она разрешила мне ее сделать. Если будет время, я могу вам показать ее блок исследований. Это фактически на генетическом уровне липидный обмен, белковый обмен. То есть мы смотрим состояние кожи, состояние соединительной ткани. То есть все патогенетические. То есть риск развития, риск сосудистого генетического уровня. Значит, и мы сюда включаем очень важный фактор, когда проводим диспансеризацию и оценку состояния человека в программах примитивной медицины, обязательно оцениваем микробиоту. Почему? Потому что мы знаем, что микробиоты – это целый мир. Мы тоже вот работаем с институтом общей генетики. И, значит, вот эта проблема оценки микробиоты, она имеет огромнейшее значение. Потому что сейчас ученые, так сказать, работающие в области привет-мет, говорят о том, что если микробиоты человека, возрастного, будет иметь тот же состав, тот же микробиом, как и у молодого, здорового человека, ему обеспечено активное долголетие. То есть это мощные сигнальные молекулы практически все. Они дублируют все сигнальные молекулы, которые вырабатывает сам организм человека. И они помогают, так сказать, синергично, вот эти хорошие, здоровые наши, здоровые микрофлоры, она поддерживает работу, состояние всех органов и систем. Иммунологическое обследование – это вторая карта. Да, и мы используем вот этот метод оценки микробиоты. Значит, есть генетический метод, есть метод посева. Так вот мы выбрали как раз из всего существующего спектра новый подход, который достаточно давно разрешен для диагностики, но мало, врачи, так сказать, очень с трудом все новое в метре, а мы вот его активно используем уже более 4 лет, он разрешен для диагностики 10 лет. Это метод хроматомаспектрометрии. Обычно в посеве традиционно определяется 10 видов микроорганизмов, мы определяем 60. И нам, конечно, это дает огромные клинические возможности выявлять особенности, коррегировать состояние масс. У нас буквально более 10 диссертационных работ защищено по применению хроматомаспектрометрии при разных заболеваниях, начиная от хронических фаренгитов, танзелитов, начиная от уретритов, простатитов рецидивирующих и кончая заболеванием желудочно-кишечного травм. Значит, вторую карту здоровья, так мы ее называем, или карта в примитивной медицине, это иммунологическая карта. Это вот моя любимая кофессиональная карта. Она определяет тоже новое звено иммунитета, которое было открыто в 40-х годах 20-го века, и мы ее смогли сделать уникальную совершенно тест-систему. Я вот стою тоже в основе разработки этой тест-системы. Она аналогов в мире не имеет. Мы имеем международные сертификаты. Это определение аутоантител ко всем органам и тканям. Причем мы не просто сделали аутоантитела. Есть такая новая концепция, которая оценивает принципиально новое звено иммунитета. Это называется физиологически естественный аутоиммунитет. Нас всегда учили, что аутоантитела, аутолифлоциты, это плохо, что они повреждают органы и ткани. На самом деле это, в общем, ошибка наша. Такая профессиональная недоработка некоторая, потому что еще в 40-х годах, как я вам говорила, 20-го века, Приер Грабарь, известный, очень знаменитый иммунолог, у которого мы учились по его огромной монографии, значит, он говорит, итог моей научной жизни, а он уехал, иммигрировал работу в крупных институтах во Франции, и он говорил, итог моей профессиональной жизни, главное открытие, которое я сделал в своей жизни, понял, что существуют физиологические естественные аутоантитела, аутолифлоциты, которые контролируют чистоту и порядок во всем организме. То есть они удаляют продукты физиологической гибели апартоза из органов же тканей, и таким образом поддерживают вот эту чистоту, порядок в организме. И мы, вот первые в мире, научились оценивать состояние каждого органа. И таким образом, 24 маркера, более 15 лет у нас есть опыт применения, это десятки диссертационных работ. Сейчас, к счастью, вот хочу, так сказать, с гордостью сказать о том, что в конце, в декабре 2017 года, мы подали материалы, в 2017 году, в декабре, Министерство здравоохранения утвердило этот подход, как новый метод диспансеризации в программах превентивной медицины, активного долголетия, который принят для нашей страны. И мы сейчас, ну это, конечно, гигантский труд, это, в общем, основной этап, такой, ну вот, второй этап в моей жизни. Первый – это традиционные наши иммунограммы, знакомство с традиционной иммунологией, а второй этап – это вот разработка вот этой новой концепции работы, так сказать, иммунной системы, значит, выработка естественных физиологических аутроантител, когда их очень много становится, и когда система регуляции нарушается, вот тогда возникают либо органные, либо системные аутоиммунные процессы. И третья, третья карта, как мы и называем карта здоровья, это для наших пациентов, это карта персонифицированного подбора питания. Это, так сказать, вещь, которая тоже доказана, она очень, так сказать, грамотно обоснована генетиками, потому что, когда они выявляют предрасположенность каким-то заболеванием, первый этап – это, конечно, меняется здоровый образ жизни и начинается воспитание. Огромное количество просто времени нет литературы на эту тему, и мы, учитывая, что есть определенные, определенные такие негативные влияния определенного ряда продуктов на активность генов, в частности, например, ряда козеин, лактоза, вы, наверное, прекрасно слышали, козеин, лактоза, значит, это глютен, кликамина, хлеба, вы знаете, без глютона, в лесах, там существуют. Мы некоторое время искали, какие все-таки выбрать нам панели для диагностики и подобрали, на наш взгляд, очень интересную панель, мы ее используем уже более пяти лет, у нас прошло там гигантское количество обследований, вот в частности, по иммунной карте, более 30 тысяч человек, по хроматомаспектрометрии 15 тысяч пациентов, по обследованию, по отбору терапии, где-то около 20 тысяч пациентов. Значит, как же мы подбираем это питание? Это тоже проблема такая неоднозначная, потому что наши иммунологи имеют классически одну точку зрения, существуют разные концепции, оказывается, что есть иммунологический ответ на пищу двух типов, иммунологический или аллергл, первый тип – это выработка иммуноглобулина Е, это классический иммунный ответ немедленного типа, когда он проявляется в виде кожных реакций, у детишек это атопический дерматиль, экземы различные, диатезы, а вот с возрастом, даже если была непереносимость, например, молочных продуктов в самом раннем возрасте, начиная с рождения, вдруг уходит эта проблема, а мы знаем, что иммунологический ответ, он всегда имеет память. И вот описано и известно, и это, в общем, входит в стандарты, следующее, что существует немедленный и замедленный тип иммунологического ответа, в том числе на пищу. Это ответ переключения ИГЕ или ИГИ ответа на ИГЖ. И таким образом мы остановились на этой панели, причем не просто на общем специфическом ИГЖ, а именно на ИГЖ-4, который дает вот такой специальный, немножко извращенный, как его называют, аллергический ответ именно на аллергены и на продукты питания. И таким образом у нас сформировалась вот эта панель, которую мы используем и, так сказать, обосновали с учетом тех знаний в области примитивной медицины. Конечно, мы обязательно используем пациентов, которые имеют риски семейные, какие-то кровные, близкородственные, в плане осложненного течения социально значимых заболеваний. Ранние инфаркты, ранние инсульты, тромбозы, после применения гормональной терапии или после каких-то состояний, которые связаны с длительными, например, операциями, или пациенты находятся иммобилизированы длительно, травмы какие-то были. И мы, значит, обязательно делаются генетические исследования. То есть есть группы риска, и они, конечно, просматриваются в плане генетическом. Но не все пациенты имеют возможность финансово проводить эти исследования. При подготовке к беременности, конечно, делаются эти вещи. И очень интересная панель, конечно, это оценка элементоза, десэлементоза. Потому что эта проблема тоже достаточно часто встречается. Вот, например, наши директоры института клинической эндокринологии у нас в Москве считают, что у нас есть тотальный дефицит йода. Значит, не все эту точку поддерживают мнение. Но, тем не менее, мы, например, в своей практике встречаем проявление аллергии, пастоза, снижение психической деятельности, активности такой мозговой, которая действительно связана с гипотириозом, то есть с гипотириозами. Мы научились эти гипотириозы правильно диагностировать. Вот у нас, например, в стране, у нас такая гиподиагностика. То есть мы пропускаем очень много гипотириозов. Потому что вот в Европе, например, и во Франции, и в других странах у них совершенно другие нормативы. У нас очень высокие нормативы, которые пропускают вот это снижение. То есть ДТГ, например, гормонов дикоффиса, которые регулируют функцию щитовидной железы и выровки по гормонам, у нас 4, а у них 1. То есть мы в 3 раза уменьшаем, уменьшается у нас диагностика, образная я такой в 3 раза, значит, снижается диагностика вот этих гипотириозов. Вот мы выявили специальный индекс соотношения активных вот этих гормонов ДТГ, основной, свободный Т4, деленное ДТГ, мы таким образом более тонко определяем, проводим диагностику и определяем вот эти дисфункции щитовидной железы. То есть у нас очень много находок. Более вот благодаря этим картам более 20 новых программ диспансеризации и более эффективного лечения мы разработали. Вот на основе этих программ в течение 8 лет. И вот сейчас наша задача, мы очень активно обучаем врачей этим программам. И вот одна из моих, как бы, интересов и задач, которую я сейчас преследую, беседую с вами, это поиск интересных новых технологий, которые готовы для облегления и которые не применяются на практике в клинической медицине. Потому что вот эти все вещи, о которых я говорю, это вещи, которые были разработаны не мной. Я, в иммунологическом отзыве, да, действительно, я разработчик и внедряла эти методики. А вот хроматомаспектрометрия, это метод, который мы с благодарностью приняли его специальности. Значит, элементоза, это тоже самое, это очень крупный специалист такого международного уровня, скальный профессор, который, в общем, очень основательно эту проблему знает, великолепные нам такие технологии предложил. И уже разработанные программы и алгоритмы введения пациентов, значит, снижено то-то, значит, ищи то-то. Повышено то-то, значит, проблема такая-то. И у нас прямо эти алгоритмы все есть. Мы их даем врачам для того, чтобы уже реализовать это на практике. Вот генетические исследования мы принимаем с вами, конечно, то, о чем я сейчас говорила. Это все риски развития неблагоприятных вариантов в течение заболеваний. Пряк, у шерстной гинекологии, прежде всего, это, конечно, бесплодие, невынашивание, тромбозы, это гормональные нарушения в кардиологии, это предрасположенность, тяжесть и прогноз течения заболеваний, вот что нам дает сейчас генетические исследования. А вот так выглядит вот это наше любимое иммунное обследование, или тест, так мы их называем, или иммунная карта. Они определяют, во-первых, это вот мы такие красивые графики даем для пациента. Мы на самом деле, в себе, конечно, врачи используют вариант в виде цифр. Что мы видим? Значит, по капле крови, все методики делаются по капле крови. Значит, это тоже очень большое, потому что все они делались до нас, все делались из лимонной крови. Мы перешли на эти методики, микрометоды, их можно делать в любом офисе, в любом учреждении, совершенно даже долго, то есть не надо никаких процедурных кабинетов. Вот сейчас очень заинтересовались этими проектами американских ученых. Значит, они приехали к нам в гонике, я преподаю врачам в нашем институте научно-клиническом институте, и они сами вот сдали, у них друг, приехал, значит, учет, они сейчас меня приглашают, выступить в Соединенных Штатов клиника МИДО, это у них крупнейшая клиника Америки, экспертная, международная, и у них таких технологий нет. они используют хроматерматов, но совершенно другие частности распарения методики по ограничению микробиоты, но вот так разработать и так внедрить, и десятки лет использовать, получить алгоритмы как вести пациентов, вот меняется такая-то группа на женщинах, меняется такая-то, вот такая нить идет. Это сложнейшая вещь клиническая, это нужно иметь, конечно, огромный опыт, знания и клинический опыт, я не знаю, для врачей значит и вот удивительно работает вот эта карта мы сделали мы подобрали уникальные гены уникальные антигены много лет что убрать чтобы он работал при бронхите внимание если при заболевании желудка вот именно этот маркет который значит это гигантская работа более 10 лет и когда мы получили эти антигены мы запатентовали приезжали к нам немцы я помню еще лет 10 нам не нужны ваши панель дайте нам антикет потому что понятно чтобы разработать такими стандартами значит поэтому конечно это большое достижение мы провели более пяти международных конференций по иммунитетам приезжали наши ведущие специалисты они из шонкингой ноткинса соединенных штатах значит они метры в этой области и в общем они очень поддержки идея как бы она была давно вот видите еще когда относительно 20-й век она сформировалась а вот сделать реально и внедрить практику это достаточно сложно значит так вот интересно мы еще и надо еще трактовать вот 15 лет назад когда я пришла и увидела вот начали вот дело так сказать эту систему значит как не трактовать вот они там один больше другой меньше так что мы одна вы обнаружили потрясающие феномены которые просто открытие значит первое это первых новое звено иммунитет такого звена не было раньше мы его просто не знаю был фагоцитоз фагоцитарное звено были цитокины были иммуноглобулины гуморальное звено было клеточный иммунитет там была трансформация феномены хлиппоцитов я занималась первой цитомитрии страны гоноклональные антитела первые дмитриалы филиппы значит но естественный аутоиммунитет никто не умел я еще раз хочу после подчеркнуть никто не умел определять поняли что он есть а вот как на счет так что мы обнаружили оказывается первое что мы стали делать мы стали определять средний уровень антитела то есть для того чтобы понять как работает она нормально она сниженная или она повышена повышенная склонность к аутоиммунным процессом оказалось что не только к аутоиммунным процессом оказалось что аутоиммунитет высокий вот этот физиологический он наступает тогда когда идет любой активный воспалительный процесс орбии простуды внимания и бронхиты резкие какие-то сильные бронхиальные астма обострения резкая активация всех звеньев представляете это первое фактически защитное звено потом уже только начинает клоны включаться там а специфические которые вырабатывают иммуноглублин и характерные для данного вируса бактерий там и так далее а вначале идет мощный поликлональной активации всех противоорганных антител для чего защищает потому что у нас есть система специфической а если не специфический рима папа это и церковь вернее есть парк проблем где один специфический ответ а если и вот они вырабатывают эти огромное количество ауто антител это идет защита мощная и блокировка вот это будет общий детерминат бактерий и вирусов которые и называются это какой-то или нет того не специфического или врожденного иммунитета который он как бы промежуточный между врожденным и специфическим первое определяем среднюю иммунитет и если что мы заметили мы заметили что оказывается у пациентов даже пожилого возраста мы аутоиммунные процессы высокие аутоиммунная система начинает бить свою нечего подобного очень редко вот этих 30 тысяч может быть 300 у которых действительно с возрастом повышается антисистема и мы действительно редко встречаем системное аутоиммунное да есть группа у нас есть нутри ревматологии которые занимаются этой проблемой а вот локальные аутоиммунные процессы на каждом шаге что это такое прежде всего это аутоиммунное терение и мы поняли почему он возникает никто эндокринологи до сих пор это не понимает мы тогда с ними говорить они с очень большим интересом слушают нас с удовольствием с вами поработаем в плане инсульционных работ там и так далее в чем идея что мы обнаружили оказывается как происходит распознавание вообще и в иммунной системы измененное свое только тогда иммунная система будет реагировать на вирус бактерий и почему возникает аутоиммунные терения потому что все наши все и больше этого слова пациенты страдают хроническими фаренгитами тотзелитами бронхитами и что мы сейчас видим мы видим что кроме стафилокока стриптокока бактериальной флоры там находится огромное количество вирусов прежде всего это шлема прежде всего герка с первого типа там шестого типа сейчас очень часто здесь а эти тем которые попадают внутриклеточной естественно иммунитет распознает это как чужое и вот это повреждение слизистых верхних дыхательных путей повреждения последующих тканей щитовидной железы вот это ключевой момент и мы у нас защитил диссеркционная работа я была оппонента в работе значит где мы как раз перегируя вот эти проблемы хронических заболеваний верхних дыхательных путей коррегируем эти аутоиммунные процессы в щитовидной железы причем они могут протекать очень так я бы сказала двоярка с одной стороны это измененные гормоны когда измеет уже проблема серьезно а вот есть антитела высокие это единственная рекомендация которую у нас давали вот когда ты говоришь об этой проблеме про которые вам сейчас рассказали и вот она не взглянули с аналогической точки зрения они просто востоке они понимают что действительно так и вы обращали внимание смотрим связь рецидивирующего течения вот этих вот воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и аутоиммунных процессов локальных так вот первая первая характеристика это средний уровень антитела он имеет очень большое значение мы разработали благодаря вот этому подходу проблему фактически решили я не боюсь этого слова решили проблему часто этих на болезни это вообще насколько важное такое социальное событие потому что вот буквально не следим за этой литературы что рекомендуют питья закаливание полоскание нормально все это правильно но и мой опыт при всем уважении и любви на моей клинической монологии что показал вот тогда я защитила докторство у меня был колоссальный кризис жанра как говорят так сказать такой немножко форме легкой значит в чем он заключался я в первой стране начала заниматься фенотипом в фенотипом в фенотипе т.б. хилпинг киллера веру не так далее первого второго типа все это у меня на график значит значит я узнаю что это всего один процент тех и что мы видели что у меня не удовлетворяло как профессионал и Иммунограмма нормальная, пациент болеет, иммунограмма плохая, пациент здоровый, но это редко было, но было, и вот эти вот исключения, они наводили на мысли, я Сан Санычу Юрильеву с ним сидим, а это умнейший, вообще талантливейший человек был, необыкновенные деликатности, приглашали во все страны мира его жухие работы, в Японию, в Соединенные Штаты, и он говорит, нет, патриот, и энциклопедист, вот настолько я его с любовью всегда вспоминаю, И вот пришли мы к выводу, что все-таки, значит, есть какое-то другое звено иммунитета, которое мы не можем определить, мы его не определяем, все наши вот эти вот звенья основные, это вот методички мы пишем, мы учимся у страны, что-то такое, и вот этот талантливый иммунитет, вот я когда его поняла, что он есть, все, я как охотник на дичь, значит, поняла профессионально, что это то, что мы не умели раньше делать, и, значит, мы, вот таким образом начали работать, работать с этим направлением, второе, что мы смотрим, вот благодаря этой панели мы можем посмотреть наличие системного воспалительного процесса, а есть антителак ДНК, то есть начальная стадия вот иммунного процесса, а есть антителак эндотелийных сосудов, а есть антителак тромбоцитов, а есть антителак бета-2-гликопротеиду, который говорит нам о посолипидном синдроме, начале его, это начальная стадия, значит, мы смотрим вот этот системный процесс, и дальше мы уже смотрим по образом, сердечно-сосудистая система, антитект мышцы сердца, проводящийся в системе сердца, смотришь, антитела повышены, у него аритмия, или у него нет аритмии, а ты смотришь, у него родственники, творкие, то есть они у нас в группе риска, мы уже, мы уже вот эти корреляции начинаем смотреть, и работали фактически, когда мы вот изучали клиническое значение этих показателей, мы фактически как бы очень хотелось показать, где у нас начали с деталью, если мы учили со всеми институтами, в гардиологическом центре, там гастроэнтерология с гастроэнтерологией и так далее, у нас очень хороший, замечательный был консенсус ведущий ученый страны, на каждой большие участие. И сделали отдельную панель с неврологами, гастроэнтерологами, кардио панель подготовки беременности андротез 12 маркеров это все великолепно вписывается в программы дополнительные программы диспансеризации превентивной медицины для игру к риску и для профилактики у нас были совершенно потрясающие работы наблюдения представляете от новорожденного составить до 7 большие группы серьезные группы там 100 200 300 по моему там даже 3000 у нас было пациентов с кафедрой нефрологии что например один из вариантов что мы например обнаружили что оказывается где-то есть такой феномен и логический принтер если у мамы высокий уровень аутоантител вот физиологических она же дыхает она эти оттекла про хочет и мы мамочка фактически передает эти огромные титры антител в органы и ткани формирующегося ребенка и есть феномен это моя кандидатская диссертация между прочим хочу немножечко похвастаться я ее защищала когда председателем ученого совета был наш гениальный фриденштейн он открыл сколовые клетки весь мир его цитируют и они конечно это была диссертация кстати кандидат наук защищался два часа два часа вопроса я до сих пор думаю как я это все выдержала ведущим мировые лидеры и они значит меня вот это вот а в чем идея была идея была великолепнейшая потрясающая кстати ящич лебедев это мой был научный руководитель школа потрясающая там 8 или 10 методик я владела и так посмотрела лучше вы себе мы сейчас делаем какие диссертации только после полиоксидонии там какой-нибудь один метод взял и все мы там 6 или 7 метод значит а идея такая влияние малых и больших доз антител на русло и вот эта технология мы сейчас так разработали что применяем это в клинике мы лечим пациента ему на глобулины то есть великолепнейшие результаты качество жизни потрясающих людей когда они вот у меня сейчас была пациентка у которой шейки матки с метастазами мезентериальные боль кишечника печени и что вы думаете химотерапии возраст очень солидный они сказали и вообще ведь вы простите там в онкоцентре их мы узнаете несколько месяцев и честно просто они понимают что очень тяжелое состояние что вы думаете мы ему на глобулины даю и она у нас приходит у него улетается не просто душа я вот до сих пор поверьте в два раза уменьшились печень а мезентериальные кружки и прекрасно переносит химии женщин в таком очень позапоте нас это вообще так и глава диссертационной работы докторский по онкологии 3 4 кстати у нас глава как раз я научный консультантом значит по приведению на глобулино терапевтик а заложено было вот как раз значит и вот эти вот как раз вещи я поняла почему этот импринтинг работает потому что малые дозы антител они стимулируют органы ткани ребенка то есть ребенок развивается нормально а когда большие у мамочки проблемы с печенью у мамочки проблемы с почками и вот эти огромные количество антител они нарушают работу а если это антитела центральной нервной системе белковые стопы пяти ту они нарушают работу и эту работа проведена исследований эти проведения выявлено что действительно то есть вы представляете насколько серьезный материал на поле потрясающий материал мы научились проводить вакцинацию без осложнения вакцинации до вы это кстати после этого что мы сделали но пока это вот не внедрено широко это же уникальная вещь из поповельной крови смотришь у ребенка с поповельной родился с поповельной никакая ни травма пожалуйста посмотрел с половиной кроме капельку крови посмотрел что у него есть и мы понаблюдали более пяти лет мы наблюдали за детками у которых мамочки во время беременности имели обострение пилонефрит. Это у нас такое 5 лет наблюдать. Это как в садкафетре Васильева такая у нас профессия. И что вы думаете? 100% детей, значит, из них 20% имеют заболевание кочей, значит, проблемы, а 100% детей групперистка как часто болеющие. А говорите в микрофон. В микрофон можете говорить? А что, плохо слышно? Я думала, что я так, даже, может, лишнее будет. Сколько мне еще времени? А то я могу говорить долго. Видите, только второй слайд. А там 30. Это шутка, конечно. Сейчас я быстро про листаю. Значит, вот эта вот программа превентивная в педиатрии, она же, представляете, какое социальное значение голосами? Ты подготовь мамочку. Значит, если у нее высокие титры, значит, быстренько-быстренько научили врачей. Где эта проблемка? Значит, надо ее убрать. Это же вполне нереально. Мы же это делаем уже. Это не просто там вот, да, идите там, что делать, они не знают врачей. Мы все это знаем. Вот почему я вчера такая воодушевленная, потому что вчера вот 60 врачей со всех регионов, вы не представляете, они на руках, может, их вынесли. Настолько они были довольны. Из них там 40, где делайте эти тесты, мы хотим их делать. И представляете, из 60, это 40 человек. Значит, это, конечно, умницы врачи. Это, надо сказать, еще не всякие, может быть, и поймет. Но приходят учиться-то развиваться передовые. Потому что мы программу назвали именно вот, я назвала ее так, взгляд иммунолога на проблему превентивной медицины. Или там мнение, там, как-то вот, я не буду что-то в этом делать. Значит, и второе у меня было раздел, это просто о сложном. Это как бы как иммунолог трактует вот все эти иммунологические сложные вещи. Они тоже были очень довольны. Но факт такой, что первое, это педиатрия. Значит, мы превентивно, заранее можем предотвратить фактически заболевания у любого ребенка, если есть предрасположенность у родителей. Это мы просто, это и при сахарном диабете сделано. И вот, например, очень интересный был случай. Приходит пациентка с алиосейным склерозом. Это же очень тяжелое заболевание. И, значит, инвалидизирующий в молодом возрасте. А у нее ребеночек родился. Она где-то услышала про эту карту. Делаем карту. Что вы думаете? У этого, ну, сколько ему там, год или полтора. Значит, у него антителок с самого белкомилина. Это вообще один из классических вариантов, вообще, как сказать, патогенезия, рассеянность. Я сама так была. Это вот первый мой, помню, такой клинический опыт, когда я увидела такие тяжелые заболевания. И вижу прямо на голове, ни в коем случае не вакцинировать. Мы там с неврологом, с амурологом взяли ее на контроль. Там все нормально. Значит, поэтому это вот ранняя профилактика в детстве. Вторая проблема в детстве – это вакцинация. Вот ребенок, там детки или ребеночек часто болеют. Надо вакцинировать. Вот социальное свидание очень благополучное. Дети все взаимодействуют с друг другу, приезжают из разных регионов. А с другой стороны, как и вакцинации, а вдруг осложнения? Они действительно бывают редко, но бывают. А с другой стороны, если ты не будешь вакцинировать, будет группа вакцинальная меньше 30-40%, то эпидемия будет. Поэтому мы это понимаем, как врачи, как люди, которые живут в обществе, и мы должны контролировать эту ситуацию. Что делать? У нас есть сейчас маркеры. У нас есть сейчас вакцина-тест. 12 маркеров, которые определяют вот эти системность процесса. Разные звенья, которые вызывают воспаление. Системное, распространенное. Значит, что это такое? Опять тот же ремофактор, антитилак-ФЦ, фрагменты иммуноглобулина, антитилак-ДНК, эндотели, тромбоцитам, гамма-интерферону, кальфа-интерферону. То есть это уже сильный иммунологический ответ. Или регуляторный гамма-интерферон, или альфа-это вирусный. Ну, конечно, смотрим обычные. 12 маркеров. И мы ищем, где. Где проблема клиническая? Где проблема? Носоглотка. Значит, не скомпенсирована. Почка. Или, например, мы видим, носоглотка скомпенсирована. Или он там часто болеющий. Ну, вроде бы, не дает ни ликоцитозы, ничего. Почка спокойна. Никаких сопутствов, суставов, ничего ребенка не болит. А показатели изменены. Что это такое? Почему? Мы поняли. Знаете, откуда все это идет? Из кишечника. Потому что детки у нас очень многие. Потому что им вот кишечники, как раз вот с Александром Ильичем Ерелиным об этом говорили. Где орган главный иммунитета, кроме костного мозга? Первый. Бляшка кишечника. Правильно. Пятерка с плюсом. С двумя плюсами. Правильно. Потому что у деток это тимус. Тимус. Ну, тимус атрофируется. Тимус начинает. И мы когда смотрим. Вот наша программа. Часто болеющие дети. Она начинается с чего? Мы делаем эти карты здоровья. И делаем УЗИ тимуса. Если большой тимус, маленький тимус, большой даже тимус, он функционально обычно не активен. Маленький тимус, это уже функционально как бы гипопластичный и ясно там, как правило, в 100% случаев функционально он ослаблен. Как мы оцениваем функцию его? Мы тоже нашли новые маркеры, получили за это патент. А в Новосибирске получили госпремию за них. Вот мы, знаете, это как вот шли на зря к на зря. Они раз вперед и получили госпремию. Значит, а в чем идея? Существует так называемый, тоже мы с Ансанычем эту идею тогда развивали. Значит, трек-клерки, такое кольцо, есть лимфоциты, которые выходят из тимуса. Это функционально зрелые клетки, молодые, которые только что созрели в тимусе. И вот мы научились их определять по ЦР методам. Значит, и вот эти вот трек-клерки мы посмотрели в огромной группе часто болеющих детей, а в Новосибирске посмотрели при первичных генетических дефектах. И они показали, что там уйдут грубые нарушения. А мы в своих, в своей группе посмотрели. Они вот получили ГОС, а мы сделали патент, и у нас защитилась секционная работа. Значит, и мы компенсировали, каким образом эти вещи. Давали маленькие дозы под язычок и в носик, Т-активир, контролировали уровень субпопуляции лимфоцитов, эти трек-клерки, делали эту работу совместно с институтом иммунологии, нашим главным. Они нам методически все это помогали делать. Потому что метод пока не внедрён в широкую практику, но его, конечно, внедрять обязательно надо. Второй фактор, который влияет на вот эту вот работу органов верхней дыхательности. Почему вот мы болеем? Это вообще актуально для всех. Вот почему у нас не проходят фаренгейты, танзелиты, ангины, детки сопливые. Значит, мы что делаем? Вот к нам приходят пациенты. Десять лор, десять лет наблюдения, пять иммунологов, все иммуномодуляторы. Препробовали. Три-четыре месяца проходят, опять болеют. Там, ну, в лучшем случае, пять месяцев, шесть, все равно будет болеть. И меня потрясла работа, которую нам предложили французы. Они приходят и говорят, вы знаете, мы вот вам предлагаем, а мы тогда такие были, у нас ничего своего не было, сидим, рот открыли, слушаем, значит, рибомунил. Хорошие иммуногенные препараты из рибосом, значит, антигенные, хорошие для, именно выделенные из наиболее часто встречающихся микробов, которые называют вот эти вот урви, простуды, фаренгейты, танзелиты. И что они делают? Они назначают, значит, эти курсы препараты, результаты великолепные, перестают болеть. Я поднимаю руку и говорю, скажите, пожалуйста, а если перестаешь, давай. Детки-то выздоравливают? Начинают болеть. Начинают так же, с той же частотой болеть. Меня это вообще потрясло. Думаю, так что ж, и я потом, когда как практически стала работать, я вижу, что оно, все наши иммуномодуляторы, при всем уважении к нашим иммуномодуляторам, к нашим ученым и нашим клиницистам, мы видим рецидивы. Мы видим, а почему, что значит происходит? Значит, факторы, которые вызывают этот, они остаются. То есть, какие-то мощные факторы, эти патогенетические, продолжают действовать. Что это действует? И мы поняли, что это действует. И мы научились это корридировать, и мы, значит, сейчас детки не болели. Это иммунитет кишечника. То есть, если ты убираешь микрофлору кишечника, корридируешь, потому что там идет вот это рефлекторная, вегетативная связь носоглотки с состоянием, это же единая, в эмбриогенезе это единая трубка. И фактически и так же финны лечат аллергию сейчас. Они сни... У нас весь мир бьет тревогу. В 4, в 5, 6, 8 раз увеличатся качество аллергических заболеваний. Финны снизили в 4 раза. Значит, мне эту работу приносит моя Корнеля Анатольевна Войткевич, она переводчик там в это... в висоте иммунологии. Говорит, Корнеля, что у вас там интересненького есть? Она мне дает вот эту статью. Я говорю, боже мой, да мы их как раз так и лечим. А мы вот как бы интуитивно... Ну как интуитивно? Понимая, конечно, школу ты имеешь в виду здоровую. И мы фактически то же самое делаем. Что делают эти самые финны? Оказывается, есть такой феномен. Вот попадает пыльца на носик, а это поленоза, это страшная вещь. Береза, пыльца, пыльца березы, орех там и так далее, и так далее. Перекресты идут, значит, с пищей. И, в общем, и пищу нельзя, и береза мешает. Водят малые дозы аллергеров 3-4 года. Одному помогают, другому нет. Я тоже обнаружила, и, значит, выступает потрясающая аллерголога у нас. Мэтр, я еще тогда молодая была, помню. Она говорит, великолепные результаты от оси. А потом вдруг говорит такую вещь, которая меня тоже на всю жизнь выбила из калии. Она говорит, вы знаете, ну через 10-15 лет возникает на 10 аллергенов. То есть, с березой уже не будет. А в 10 появляется, то есть, поливалентная сенсибилизация идет. Это о чем говорит? Что причины какие-то остаются, значит, есть где, где это. И фены показали, что оказывается, когда пыльца попадает в носик. Через 4 часа думаете, где она? Пишечники. И если там есть воспаление, то будет формироваться вот эта самая интолерантность. То есть, интолерантости не будет. Будет возникать воспалительный ответ на этот элемент. На этот аллерген или иммуноген. А чем они его снимают, вы думаете? То же самое, что мы делаем. Мне так было приятно. Думаю, оказывается, мы вам какие умные. Но оказалось, что нет. Значит, что они делают? Они корригируют микробиоту. Потому что микробиоты – это самый главный фактор воспаления. Вот мы сейчас работаем с хроматом. Почему мы сделали эту хроматом аспектом? Именно поэтому. Потому что мы поняли, что надо заработать с кишей. Все воспаления. Докторская диссертация в институте пульмонологии. Докторская. Значит, диссертация. Научный консультант Шучарин. Наш главный пульмонолог страны. Значит, связь бронхиальной астмы, рецидивирующие течения с состоянием микробиота кишечника. Докторская. Я когда увидела эту работу, побежала ее разыскивать. Более того, она не просто защитила докторскую. Она сделала препарат микробный. Рузан такой. Я еще думаю, почему тут думают микробы? Астму лечить микробами? Я там по молодости. А она уже все это понимала. Вот этот доктор наук профессор. Что там идет инфекционная. Но она, на мой взгляд, они неправильным путем пошли. Потому что, ну что этот один препарат к сафилококку? В кишечнике-то там гигантское количество. Там микс идет, смешанная флора. Там идут и грибки, причем преобладают грибы. Я вот сейчас уже работаю пять лет с этой микробиотой. Вижу, что там происходит. И так же, кстати, лечат весь запах. Вот они обнаружили стафилококк. Все, они будут противопрепараты давать там пинциллиновые ряда. Весна и осень регулярно. Годами. А там совершенно другой путь должен быть. Там сейчас будет стафилококк, через пять дней поменяется на стриптококк. Ушел стриптококк, появился грибок. Ушел грибок, появился вирус. То есть, там идет вот такая вот особица, поэтому у разных людей разные варианты ответа. И оказывается, я когда-то думаю, какие мы умные. И вдруг я нахожу патент. Я очень связываю. Как хорошо так вот, гордыню свою немножко успокоить. Нахожу патент. 97-го года, 20 лет назад. Все это был показ ГУР. Нашими российскими аллергологами. Значит, а патент заключался в следующем. Мне было так очень забавно. Значит, ака, видите, какие у нас российские наши ученые умные, а вот финны, там, мы его продвинули. Оказывается, в 97-м году наш главный аллерголог страны, она курировала, сейчас вылетела, у меня здесь стыдно, простите. Она сейчас завкафедра в Ромако, кафедра общества гинекологии, аллергологии, монологии. Сейчас, может, с кем-то подводим. Значит, короче говоря, она сделала патент на лечение крапивниц, атопических дерматитов, то есть классических вариантов аллергии, которые не поддаются лечению вот гормонами, антигистаминными препаратами. И в том числе псевдоаллергические, то есть ЭГЕ нормальный, вроде как классического быстрого ответа аллергологического нет. А проблема точно та же клиническая абсолютно. Такие же высыпания, такие же проблемы. Трудно ли они коррегировали это двумя вещами? Коррекции микробиоты. А представляете, как это тяжело было? И они им удалось это сделать. Это какие клиницисты блестящие? У них было там только 10 видов. Ведь в посеве из зева только 10 микроорганизмов. А здесь 60, мы смотрим. То есть у нас намного расширяются возможности и резервы. И они, да, и они научились коррегировать микробиоту. И второй фактор какой? Питание. И они подбирали персонифицированное питание этим пациентам. И у них получаются великолепные клинические результаты. Стойкая, длительная ремиссия, очень хорошая. А как подбирали питание? Вот мы сейчас нащупали. ЭГЕ не работает. Немедленный тип ответа, он не реагирует. То есть и у нас очень многие до сих пор аллергологи делают ошибку. Приходит человек, там ему, у него аллергия, например. Какая-то там, например, атопический дерматит, экзема какая-то кисти, или там крапивница. Вот они ему ИГЕ сделают. Делают ИГЕ определение немедленного типа ответа аллергического. Там его нет давно. Этот аллергический тип ответа, он очень повреждающий. Поэтому иммунная система, так же, как при специфической иммунной терапии, при осетии, она переключает иммунные ответы в ИН ИГЖ. А эта точка зрения ИГЖ, она неоднозначена. Классический он говорит, ну что, ИГЖ, ну все это нормально, и пусть будет ИГЖ. Извините. Одно дело ИГЖ от 0 до 15, там единиц, и другое дело больше 500. Ну что, вот это такой индивидуальный генетический иммунный ответ сильный. И пусть он говорит, как бы, он, видите, в клинических проявлениях же нет аллергии у пациента. Я знаю, как иммунолог, только одно. Что иммунная система никогда не будет зря вырабатывать в сотни раз выше иммунологический ответ, если что-то ее не раздражает. Потому что она очень умная, она зря, вот в холостую работать не будет. И когда у нас наши инфекционисты говорят, теперь антител к вирусу, там, группы цитомигал, например, вирусу в 200 раз выше, они говорят, ну это индивидуальный иммунный ответ, это же холостой, это же память, ничего подобного. Вот я работаю еще как иммунолог с инфекционными проблемами, это четко и ясно понятно. Потому что люди просто забывают, что такое иммунный ответ. Иммунный ответ – это сложнейшая, энергозависимая, тяжелейшая нагрузка на иммунную систему. Это надо клон, который вышел из костного мозга, этот клон надо не пустить на борьбу с вирусом, с бактерией, не пустить на борьбу с опухолью, а заклонировать на борьбу с питанием, с пищей. Это нонсенс. Пища должна расщепиться и усвоиться. Это продукт, как говорится, поддержки жизнедеятельности организма. А она выступает в роли врага. И этот клон уже никогда, они могут перестроиться никуда. Он на всю жизнь будет… Понимаете, это не физиологически абсолютная вещь. И вот когда мы это поняли, и когда мы поняли, что именно вот этот ИГД-4 ответ, это и есть замедленный тип аллергического ответа, это целое направление в мире есть, которое также поддерживает эту точку зрения. Хотя, у меня такое мнение. Почему? Вот в Европе так, они очень как-то не любят ее обсуждать, эту проблему, вообще вот эти ИГД-жи, зачем они нужны, там и так далее. Они все как бы нацеливаются на эти ИГД-жи. Это чисто коммерчески. Вот мы так обсуждаем с коллегами, потому что очень мощные лоббирующие такие фирмы, фармфирмы, лабораторные фирмы, которые тонко очень отрабатывают идеи аллергенов, они вот, так сказать, мажорные, минорные эти структуры берут. Когда подобрать оси, то есть они идут в этом... И, конечно, это гигантские деньги. Это деньги, как, наверное, нефтегаз, потому что растут. И поэтому мы это тоже все понимаем. И вот я не знаю, как там такая фундаментальная наука, конечно, наверное, нет. А вот клиническая наука, она очень зависит от этих вещей, клинической медицины. Поэтому мы видим только одно, что когда мы... Вот я, например, сейчас делаю обязательно всем до одного пациента, а это известно из генетики, это известно из всей нашей превентивной медицины, всей литературы в диетологии, три группы продуктов обязательно надо проверять на пищевую непереносимость. А ведь каждого. Вот мое мнение, надо делать это как диспансеризацию каждому человеку, здоровый, больной, в любом возрасте и так далее. Молочные – раз, мясные – два, хлеб – крупы – три. Если есть какие-то пристрастия, обязательно делать эту группу. Потому что что мы сейчас знаем? Оказывается, эти ребята, которых полтора килограмма в виде микробиоты, они тоже очень... У них есть определенные пристрастия. И каждый микроб любит что-то свое. Что у нас любит сладенькое? Грибочки. Что у нас любит хлебушек? Это самое... Лямбли. У деток у нас... Они... Некоторые детки приходят, по пол батона за раз съедают хлеб. Все, лямблищи. То есть, вот эти пристрастия... Сахар не могу контролировать ситуацию. Значит, ищи грибы точно. Я просто уже... Я же говорю, у меня тысячи прошло. Если человек имеет вот эти пристрастия, мозг должен питаться. Конечно, мозг. Но там у нас еще сидит полтора килограмма желающих. Поэтому... И мы видим гигантские титры. Поэтому и даром даже есть эта концепция. Это онко-связанная с грибковой инфекцией. Я думаю, что она просто присоединяется потом там, где активно деятельность. Потому что грибы, они настолько быстро размножающиеся. Намного быстрее, чем микроорганизмы. Вот мы даже по картине идем. Убираешь микробы, появляются тут же грибы. Это известно, когда лечат антибактериальной терапией. Поэтому мы все это вот приходится тут быть... Как говорят, почему говорят медицины, это науки искусства. Это действительно. Потому что каждый пациент, он особенный. Поэтому вот таким образом мы двигаемся вперед. Значит, дальше. А вот так вот, видите, с правой стороны, это цифровые варианты. То есть нам мы видим, во сколько раз увеличение дается нормы. И мы с вами можем, вот за 7 лет, видите, 30 тысяч человек. То есть очень серьезная заявка. Что она нам позволяет, вот эта иммунная карта дать? Видите, новые звенья патогенеза. То есть у нас у пациента, например, он часто болеющий. Горлышко болит. У 100% детишек, взрослых, что мы видим? Антитела к тонкому толстому кишечни, к печени, к антигенам желудка. Но у ЖКТ обязательно что-то. Чаще всего тонкому толстому кишечни. Значит, и клинические проблемы. Запоры, метеоризм, диареи и так далее, и так далее. Значит, второе. Оценка эффективности терапии. Назначать базичную терапию, а она не действует. Все, ищи вот эти проблемы. Ищи проблему микробиоты, непереносимости определенных продуктов. Ищи, очаги какие-то сопутствующие, которые нам с помощью вот этой нашей или системы, тест-системы, или иммунной карты мы можем контролировать. Органы мишени, как мы и говорили. Или, например, что такое органы мишени ищут? Вот мы видим, например, у пациента герпесовирусная инфекция. Не проходит. Вот приходит 15 лет, доктор герпес. Семью не создал. Там женщины, например, половой герпес генитальный. Что делать? Там 20 этих гинекологов постоянно на валтероксе сидит. Беременности нет, естественно. Личной жизни нет, семьи нет. Что делать? И плюс иммунологов там все. Все иммунологически, все перепробовали. Или ВПЧ-вирус попелом. Сейчас, ой, ВПЧ, ой, ВПЧ. Что такое ВПЧ? Это вирус, который сидит только в эпителии. Ему даже антитела не вырабатываются. Он даже системного иммунонатвета не дает. Мы его боимся, как огня. Почему? Потому что, когда мы делаем масс-спектрометрию из влагалища или из секрета простаты, или из спермы у мужчин, там гигантское количество сопутствующих микс вот этой флоры. Огромный. Там не только вот этот сидит герпес или там цитомига, этот самый вирус попелома человека. Поэтому он и плохо лезет, что ты его долбишь. И что мы видим в масс-спектрометрии? Я вот вам сейчас покажу. Мы видим, что этот вирус увеличен, ну там, в микроскопии, в 20 раз, например. А все остальные, что в 20 микроб увеличены, в 200 раз, в 300 раз, в 200 тысяч раз. Вот такие цифры мы видим. А мы начинаем работать с этим вирусом. И когда я была рецензентом в докторской диссертации в институте иммунологии по герпесу, меня поразило одно, так сказать, открытие, которое, вернее, в обзоре литературы, такое заключение. И оказывается, вирус, вот это вообще общая закономерность его активации. Вирус может переходить из клетки в клетки только тогда, только тогда, когда клеточка рядом лежащая открывает дверку. Так, клетка закрыта, у него ворота закрытая. Это рецептор активации. То есть, если клетка воспалена, раздражена, рядом какие-то факторы токсические, вот, например, при ВИЧ-инфекции, что мы знаем? Нас раньше учили. С CD4 клетки поражаются вирусом. Потом прошел лет 5, нам говорят, ой, вы знаете, оказывается, нет. Оказывается, CD4 только может быть, когда на ней появляется рецептор химокина. А это рецептор активации. И то же самое происходит при любом заражении вирусом. Вот в чем изюм. И поэтому нам теперь стало понятно, если там есть бактериальная инфекция рядом, если там есть факторы пищевой непереносимости, иммуногены, которые вызывают иммунный ответ в кишечнике на продукты питания, то мы получаем огромное количество провоспалительных цитокинов, огромное количество токсинов. Мы в хроматомоаспектрометрии, знаете, что видим? Норма 0,5 токсинов, а мы видим в 100 раз, в 200 раз. И чем тяжелее пациент, тем больше токсинов. Это четко прямо. Это можно вот диссерционную работу делать одну, вторую, третью. Но это вот клинически просто четко ясно видно. И естественно, эти факторы будут вызывать вот этот воспалительный процесс. И поэтому мы сейчас лечим геркос по-другому и очень эффективно. Вот мы как-то...